Доброго, доброго и радостного вам июньского вечера, уважаемые участники уральского вебинара. И я вас приветствую. Сегодня ведущая вебинара Светлана Луговых и держатель проекта вебинара Урала. Вот уже 7 лет. Каждую среду, независимо от погоды, природы и времени года, мы с вами в 20.00 по Уралу встречаемся в интернет-пространстве. И вот если бы вы сейчас встретились и улыбнулись мне, какую бы вы себе поставили оценку настроения, готовности меня слышать? От 1 до 10 поставьте, пожалуйста, оценку. Здесь, в чате, я буду понимать, что вы меня слышите, вы меня видите, вы настроены меня слышать. И, может быть, вы даже взяли текущий каталог, потому что я буду сегодня все говорить по текущему каталогу. Возможно, вы взяли блокнот и ручку, чтобы записывать главные идеи. А, может быть, у вас есть телефон в руках, и вы будете делать сразу скрин того или иного слайда. Всем, кому нужны будут слайды, я обязательно вышлю, но вам придется написать мне в любую мессенджер, в любую соцсеть или забрать запись этого вебинара у меня на YouTube-канале. Меня будет найти легко только по одному лишь и по одной фамилии Луговых, Светлана Луговых. Если вы запомните этих два слова, Светлана Луговых, вам будет легко найти меня, обратиться ко мне и забрать у меня запись текущего вебинара. Почему я взялась за эту тему? И почему я претендую на роль эксперта? Ну, во-первых, я биолог и буду некоторые вещи говорить с точки зрения биологии. Во-вторых, 20 лет использования косметических средств и берлик дает мне право заявлять о каждой маске, о которой сегодня буду говорить. Ну и самое главное, я на практике, поверьте мне, милые участники, я на практике знаю, как лучше выбирать и правильно выбирать для себя маски из каталога. Ну а чтобы нам с вами поближе познакомиться, напишите, пожалуйста, сколько вам лет, потому что я приглашала на сегодняшний вебинар девчат, которым случилось 35. Отлично. Аня, я тебя всегда жду, и ты вовремя пришла. Вот, и как раз девчатам за 30. И до 30 как-то меньше думается. Когда наступает 30, начинаешь как-то вот так вот почёсывать, думаешь, так, а всё ли хорошо? Хорошо. Когда случается 35, появляются первые признаки старения. Но их ещё не видно, они где-то внутри ещё запускаются. Девочки, когда 40, если не ухаживаете собой, всегда видно, ухоженную или неухоженную кожу. Поверьте мне, даже если вы хорошо ухаживаете после 55... Ой, Сергей Чернышёв, вы мужчина или женщина? Фамилия мужчин, но я надеюсь, что это женщина. Когда случается 55, без масок не обойтись. Если вы со мной согласны, девчата, особенно кому уже случилось за 50, поставьте много-много восклицательных знаков. Если вы ещё не знаете об этом, поставьте много-много вопросительных знаков, потому что большинство людей, я сейчас увидела, всё-таки возраста за 30. И вот Татьяна Шиляева со мной очень согласна. Марина Никифорова знает меня несколько лет, да, и вот Флюза уже согласна. Ну что ж, в основном я вижу знакомые лица. И, возможно, правило использования косметических масок для вас будет, ну, как, знаете, ну, как божий день. И для вас это не будет новым, что любую маску, хоть косметическую, хоть из огурца или из долек дыни, когда вы себя сейчас будете обкладывать, наносить на предварительно очищенную кожу. Что такое на предварительно очищенную? Это значит, что, ну, сейчас хотел сравнить с квартирой, не буду сравнивать. Это значит, что сначала должно быть молочко, а потом обязательно скраб. Чтобы питать наши клетки кожи вечером или утром, не важно, очень важно слой мёртвых клеток убрать, не важно, сколько вам лет, 18 или 68. Всё равно сделайте вот эти два этапа. Сначала умойтесь с очищающим средством, не важно, будете вы, ну, умойтесь, пожалуйста, это будет гель или молочко или пенка, совершенно не важно. Но второе средство, чтобы хорошо маска действовала, обязательно-обязательно сделайте или скраб, или гома, скраб или пилинг, ну, в общем, что-то такое, чтобы вам очистить кожу. Если вы это делаете всегда, то поставьте один и плюс. Если вы не делали, то поставьте один и много-много восклицательных знаков, и я пойму, что вы это будете делать, потому что, ну, возможно, вы этого не делали или, ну, так, пренебрежительно относились к этому. Второе правило, ну, Оля, молодец, второе правило, старайтесь делать всегда и прямо выполняйте по максимуму. Нанесли маску, займите горизонтальное положение. Ну, хотя бы откиньтесь назад, чтобы голова, чтобы шея, понимаете, чтобы шея была расслаблена. Для чего мы это делаем? Первое. Когда мы ложимся и закрываем глаза, в этот момент, и смотрите, очень важно не просто лечь, а, знаете, постараться физикой тела, мыслями, прямо физически, но расслабить мышцы лица. Можно это порепетировать лёжа с зеркалом. Очень важно это делать. Хуже нет. Ну, просто я видела, как моя подруга наносит очень дорогую маску, я к ней прохожу домой, она открывает двери, носится сигарета здесь. Я говорю, что ты делаешь? Ну, она говорит, ну, а что я ведь в маске? Девочки, милые, пожалуйста, Сергей, передай для жены. Нанесла маску, займи горизонтальное положение. Конечно, хорошо это делать в ванной, когда оно вот расслаблено, чтобы вот это всё было. Если есть возможность закрыть глаза, диски, смочить тоником, включить музыку расслабляющую, не бояться, что кто-то тебя увидит, вот, понимаете, вот сделать 15 минут, я в домике, я здесь. И вот физикой тела, от головы начинайте расслаблять мышцы головы, лба, глаз, вот прямо чтобы тяжело было, вот прямо всё. Для чего мы ещё это делаем? Не только чтобы расслабиться и получить вот эти 15 минут удовольствия, а для того, чтобы, друзья мои, маска вот эта вот ещё и не тянула вниз, понимаете? Это очень важно. Если вы это делаете или будете делать, поставьте два с плюсом. А если вы будете делать, поставьте два и много-много восклицательных знаков. Пожалуйста, это очень важно. Подключите музыку, подключите тишину. Вот, закройте двери и скажите, скажите тихо 15 минут, я красавица. Молодец, Надежда. Я буду счастлива, если вы так будете делать. Я буду вам просто благодарна. Ну и третье правило, и я о нём больше не буду говорить, но это будет звучать в моём выступлении. Кожа – это ночной орган, и все процессы деления и восстановления идут только ночью. Кстати, даже если вы работаете в ночную смену или дурю маетесь, или же сидите у компьютера и не ложитесь спать ночью, всё равно всё питание и восстановление идёт только ночью. Поэтому, если вы видите, что на маске написано «питательная» или хотите сделать питательную маску, лучше делайте её вечером. Если увлажняющее, то лучше делать утром. И вот тогда у меня вопрос. Вопрос. А вот омолаживающее утром или вечером делать? Как вы думаете, когда лучше? Омолаживающее. Ну так, лифтинг маска. Конечно, утром делать лучше. Чего её на ночь делать? А вот если омолаживающая маска утром или вечером? Ответьте мне, пожалуйста, умные женщины и Сергей вечером. Конечно. Конечно, флюзы вечером, конечно. И поэтому я вот тут надурила, и это, наверное, буду специально, когда буду высылать, если по запросу вам нужна будет моя презентация, то я обязательно напишу, что омолаживающее лучше вечером, эффективнее. Но, к примеру, девочкам за 40, даже за 30, девчат, ну вот, ну нет вечером возможности. Это плохо, если мы делаем утром? Как вы думаете, да или нет? Напишите мне. Ну, делаю я омолаживающую маску утром. Это критично? Это невозможно? Или в принципе возможно? Да или нет? Напишите. Вот это очень важно, потому что есть люди, конечно, можно и утром. Спасибо, Леночка. Просто эффект выше, не критично, эффект выше утром, вечером. Точно так же смотрите увлажняющая маска. Эх, луговых Светлана сказала делать лучше утром. Есть вечером время, делайте вечером и увлажняющую маску. Ну, помните, в голове есть кожа хочет ночью, пить кожа хочет утром. И поэтому кремы питательные, так же как маски питательные, омолаживающие, восстанавливающие лучше на ночь. Поэтому и ночные у нас есть маски, все увлажняющие, омолатом, лифтинг маски, очищающие лучше с утра. Все, вот эти, только вот эти три правила. И вы можете эти же правила транслировать своим друзьям, своим подругам, своим клиентам, если у вас есть таковые. Как выбирать? Вот как выбирать маски? Первое, друзья мои, обратите на ваш тип кожи. Потому что есть прямо на маске, иногда написано в каталоге, для всех типов кожи. Но если она убирает сальный блеск, очищает поры, конечно, она будет больше для жирной кожи. Ну, а если это лифтинг, то это понятно, что это будет уже не только по типу кожи, но и по возрасту, друзья мои. Знаете, что интересно? За эти 20 лет, пока я сотрудничаю с косметической компанией Фибролик, больше всего про маски меня спрашивают девочки в 18, а теперь внимание, в 15 лет. И меня прямо, знаете, колбасит, когда девочкам далеко за 50, и когда я начинаю говорить, что обязательно делать после 40 лет, через день маски делать. Внимание, девочки, если случилось 40, через день, через два обязательно делать маски. И буду говорить, что разные маски. Или каскадом одну и ту же. Но обязательно. Ну, почему, как только случается 40 лет, как-то меньше начинают делать? Как будто бы кожа меньше требует. А ведь все наоборот. И вот, понимаете, как? И третье. Как выбирать? Да по решению задач. Если была недавно болезнь, если вы устали, если перенесли стресс, возьмите маску и начинайте себя восстанавливать. Если вы после великого солнечного загара. Боже ж ты мой, тут загорела красавица, а там коллаген и эластин просто как резинка трусов все растягивается. И приходится, девчата, масочки летом делать в два раза больше, чем зимой. Не скажу, что зимой. А зимой опять мороз. И зимой, и летом я буду вам всегда говорить одно и то же. Случилось 40? Увеличивай количество масок у себя в туалетной комнате, у себя в косметичке. Ну и вот, и задаю вам, девчата, красавицы, задаю вам вопрос. Ответьте мне по-честному. Как? Одень-два раза в неделю. Конечно, по инструкции. В неделе семь дней. Через каждые два-три дня вы можете сделать маску, и один день у вас будет выходной, Олечка. Это касается девочек, которым случилось за, я говорю о тем, часто делать. Это когда, знаете, по решению задачи. Я очень мало в своей жизни только двух человек знаю, которые делают через день маску. Вот только двух. Но я вам гарантирую, я просто фотографию мне нельзя, ну я не стала выставлять сюда. Но это женщины, которые выглядят, внимание, на 15, а другая на 20 лет моложе своих сверстниц. У той и у другой мужья моложе, моложе намного. Понимаете? И им надо выглядеть моложе. И когда я вижу эффект, возможно, это психологический, возможно, эта женщина так собрана. Но когда я вижу, что женщина очень молодо выглядит, моложе своего возраста, на 15-20 лет, я первое, что задаю вопрос, как вы ухаживаете за кожей. И в том и в другом случае женщины делают через день маску. Ну, делают в основном по утрам, потому что вечером она доставлена любви. Да, и поэтому, девчат, вот не будут никогда в косметических салонах, понимаете, всегда вы будете ходить через день или через два дня вы будете ходить. Кто из вас принимал курсами, ходил в косметический салон, тот знает это правило. Если вы со мной согласны, поставьте много плюсиков. Если не согласны, поставьте много-много минусов. И Фаберлик всегда будет писать среднюю, среднюю температуру по палате. Ну, и тогда я вам задам вопрос. А кто вот за последний год не пропустил ни одной недели? И с лета прошлого года до июня этого года каждую неделю делает раз в неделю маски. Напишите «Я». А если вы не делаете, напишите «Я буду». Раз в неделю – это уже круто. Молодец, Оксана. Молодец, Ирина Барышникова. Ира, но ты и выглядишь гораздо моложе. Молодец, Флюза. Я буду, Аня, да. Ну, потому что тебе 37, ты еще девочка молодая. Да, девчат, вот понимаете, вот делать, не пропускать – это другое. Раз в неделю всегда. Молодец, красоточки. Поэтому и выглядите вы так отлично. Что бы ни произошло, какие бы токализмов ни происходило. Лена, ну, кто пишет «Я буду» – это молодежь, не задумываются. Кто пишет раз в неделю всегда, этим девочкам точно за 50. Ну, и давайте разберемся. Ну, вот если бы вот так просто листали каталог. Смотрите, листает каталог несведущий человек, и он вас спрашивает, а вообще какие у вас маски есть? Ответьте ему тремя словами. У нас есть маски… Ой, нос чешется. Знать-то хорошо все будет. У нас есть маски на все случаи жизни. Это моя вообще категория. Я буду их сейчас освещать. У нас есть маски экспресс, когда моментальное действие вы видите сразу на своем лице. И есть маски пролонгированные, долгого действия. Их нужно применять в системе, и такие маски у нас делятся на две части. Одни мы применяем только ночью, прямо ночные они так и называют, а другие – утренние. Такая категория вас устраивает? Всегда отвечайте триадами. Если же вам задают глубже вопрос, ну, что это значит на все случаи жизни, вы можете другой вариант сказать, но тоже триадами. Коллеги, внимание, когда вы отвечаете на любой вопрос триадами, три фразы, три слова, люди, ваши собеседники гораздо лучше воспринимают. И поэтому вы можете сказать на тот же вопрос, а какие маски у вас есть вот в вашем каталоге? Вы можете ответить следующим образом. У нас маски делятся на три категории. Большинство масок относятся к профессиональным. Это значит, что имея маски вот в фаберлик дома, в домашних условиях, любой, любая женщина может пользоваться косметическим салоном на дому. И ей не требуется дополнительно ходить на курсы к косметологу, где каждое посещение стоит от тысячи рублей. Лучше на эту тысячу купить одну или две маски от Фаберлик. Они очень глубокого действия, и действуют они ровно так же, как профессиональные маски в салоне. Большинство, часть масок у нас тканевые, для того, чтобы легко было пользоваться. И современные маски еще есть гелевые, но их совершенно там три штуки у нас в каталоге. Я ответила на ваш вопрос, всегда задавайте. Я ответила на ваш вопрос. Коллеги, как вам такая категория? Вот простая, чтобы было просто, незаумно, и в то же время, чтобы можно было ответить, «А какие маски у нас есть в каталоге Фаберлик?». Если вас устраивает этот ответ, напишите «ОК». Если не устраивает, напишите мне вопросы, и я пойму, что еще следующая классификация нужна. Но именно по этой классификации я буду говорить с вами о масках Фаберлик. И, внимание, коллеги, все цены представлены из текущего девятого каталога. И если вы будете смотреть записи или посылать эту запись, то она будет неактуальна уже в понедельник, первого июля девятнадцатого года. Цены актуальны только на последующие три дня. Итак, первая категория, которая моя самая любимая, ее никогда нельзя пропускать в этой, в нашем каталоге. И я называю это маски на все случаи жизни. Маленькие, маленькие упаковочки говорят нам о том, что не надо думать, как нанести. Одна упаковка на одно лицо. Лицо женщины всегда заканчивается на уровне груди, и поэтому не надо жмотиться и эту масочку маленькую делить на две или на три части. Никогда не делите ее ни с какой подругой. Все на себя. Пусть это будет вам казаться, что это много, но заметьте, что декольте, шея пусть будет. Только обходите область. Вот она, три пальца в области щитовидки. Прямо обойдите справа и слева. Если есть возможность, нанесите на заднюю сторону шеи. Мало кто из женщин это делает. А если купили дорогую маску за тысячу рублей, мало кто и жмотится вот туда положить. А если вы ее купили за 15 рублей, потому что в данном каталоге, если вы берете три маски, то каждая будет по 15 рублей. Если же берете две, то за 25. Коллеги, сколько масок надо брать? Маска, которая войдет в любую косметичку, в любую сумочку, в любую баню, вы возьмете именно три маски, потому что себе, подруге и еще кому-нибудь в презент. И не важно, совершенно не важно, сколько вам лет, рекомендую брать каждые маски по три штуки. Потому что скоро Новый год. Вот только картошку выкопаем, вот только в школу пойдут дети, и сразу наступит Новый год. И выпученные глаза будут. А если вы каждому, кого встречаете с женщин, прикрепите маленькую фигулинку из какой-нибудь блестючки и скажете «С Новым годом!» или «С первым сентября!» или «Вот буквально сейчас начнется день города, с днем города!» Просто прикрепите какую-нибудь штучку, пусть это будет ваша визитка, и за 15 рублей, внимание, она вам, конечно, будет дешевле, эта маска на любой случай жизни, как ваша визитная карточка. И на сдачу своим клиентам дает Елена Кулешова. Умничка! Поэтому ты такая результативная, Лена. Никогда не пропускайте эти маски и берите все количество, сколько вам полагается. Вот не жмоттесь. Это лучшее вложение в бизнес, что можно было вообще предположить в нашем. Оставила за собой право показать вам вот эти масочки. Их нет в каталоге, но они есть на сайте. И если вам не нравятся маски предыдущие за 15 рублей, смело потратьте по 40 рублей, потому что кто-то любит киви, кто-то любит клубнику, мороженку. В общем, смотрите. И если вдруг будет распродажа на витамините, на эти маски, ну, я... Вот знаете, чем они отличаются? Потому что и в той, и в другой серии, не только для подарков, в той, и в другой серии эти маски отличаются тем, что там... Сейчас, вот чтобы не соврать, потому что если я скажу, что 50%, вы будете проверять меня. Но доверьтесь, большое содержание натуральных веществ, вытяжки натуральных веществ. И этим маски заменяют огурцы. Ну, мало кто возьмёт киви и обложится киви. Ещё меньше возьмут ежевику и на себя будут накладывать. Но в каждом растении, поверьте мне, есть уникальные аминокислоты, которые действуют на верхний слой и нижний слой наших клеток. И наши бабушки не знали про косметические средства. Моя бабуля, царство и небесное, говорила, что на кухне, то и на лице. Она делала тут же хоп сметаной, хоп тут же там огурцом протирала себя. Но, друзья мои, моя бабуля брала огурец со своего огорода, где было, не было химии. И сейчас маска с дольками дыни будет великолепна. И сейчас маска из чёрной смородины, смешанной с красной выдавленной, вот эти фруктовые кислоты обложите. Ну, потратьте вот эти вот клубника и обложитесь. Ну, ёлки-палки, не у всех есть клубника. А вот такая масочка за 40 рублей или там за 15 рублей пусть будет в каждом доме, в каждой сумочке. И для маленького презента. Если вы со мной согласны, то напишите какой-то смайлик, ну, как-то вот выделитесь. Потому что эти маски на все случаи жизни и не надо думать, сколько вам лет. Следующая категория масок относится к тканевым. И это вторая категория масок, в которой стоит брать всё, что вам полагается. Эта маска, знаете, на грани с профессиональной стоит. И когда меня спрашивают, а у вас есть тканевые маски? Боже ж ты мой! В этот момент я могу начать песню петь про наши тканевые маски, потому что их шесть. Каждая маска несёт свою функцию. И вы знаете, сочетать лифтинг и увлажнение. Сегодня лифтинг через два дня увлажнения. Через два дня ещё обновления. Потом вечером питание. Боже ж ты мой! Сделайте гранат. Да сделайте детокс, даже если он лучше для жирной кожи. Детокс всё равно будет хорошо на любой, да, на любой коже. Чем они великолепны. Не надо вообще задумываться на сколько минут, как, чего наложить. Главное очистить кожу. Главное, смотрите, вот прямо прижать, растянуть, растянуть, всё вот разгладить. А всё, что там осталось, сделайте на шею, сделайте на декольте, всё там вымазывайте. И на лукте, и на руки. Главное лечь. И второе, с этими масками тканевыми, лечь не на 15 минут, а на 30. Если есть возможность, уложите себя на минут 45. Проведите медитацию. Отключите телефон. Включите только музыку. Поставьте режим полёта. Пусть никто 45 минут вас не трогает. Почему я так утверждаю? Именно тканевая маска. Чем дольше действует, тем выше эффект. Если у вас нет 15, 20, а лучше 30 минут, тогда замените экспресс. Тканевая маска работает только в горизонтальном положении, только если у вас есть побольше времени, чем 15 минут. Да, спасибо, милая. Спасибо, Танечка пишет, что сгорела на горячих источниках, и маска тканевая с алоэ восстановила. Спасибо, Таня Бороздина, что пишешь. Обожаешь эти маски. И когда они за 69 рублей, это, конечно, дороже, чем 15, но поверьте мне, эта маска спасает в дороге, после перелётов, на отдых. Берите её всегда с собой. Вот сейчас Таня пишет алоэ. Возьмите лифтинг, возьмите питание. Да, и на самом деле дарите. И прямо настоятельно. И ещё один момент. Девочки, сделайте в ресторате эту маску своему мужу, своему другу, своему любовнику, своим друзьям. Пусть мужская кожа вот именно с этой маской отдохнёт. Вы не представляете, как вам мужчины будут благодарны. После этой процедуры можете даже, вот просто их умыть, вот умойте, погладьте, разложите мужчине, сказать, милый, закрой глаза. В этот момент сделайте массаж сток мужчине, сделайте массаж рук мужчине. Девочки, ваша вторая половина никогда не будет против, что вы ходите в фиберли, что вы покупаете маски. Мужская кожа точно так же требует. Но если на них накладывать другие маски, о которых я буду говорить, то мужчины не все, не все воспринимают, они говорят, о, Господи, ну что я наклоню, что я баба, что ли? Но если же вы сделаете, вот сейчас мне Танечка написала, Ефименко, что работает Дэнас Космо, да, тканевая маска, вот именно вот эта серия, за 69 рублей. Татьяна Бороздина, спасибо за комплимент. Я говорю то, что я очень люблю, и поэтому это маски на все случаи жизни. И вот еще, друзья мои, маски, которые не вошли в каталог текущий, но они есть в каталоге дополнительном. Знаете ли вы о дополнительном каталоге о продукции, которые не вошли в текущий каталог? Знаете ли вы, что есть такой каталог, и им надо пользоваться? Напишите, о, только Елена Кулешова знает, остальные молчат, как партизаны. Так вот, друзья мои, в этом каталоге дары мая, увлажняющая маска и питательная маска Сокровища Востока по 119 рублей. А вот секрет Клеопатры на 80 рублей дороже. Ну, 80 рублей, это не на 800 дороже, согласитесь. Вот эти три маски ровно этот состав делают в любой, в любом спа-салоне. Коллеги, вот лучший масок я правда, нет, конечно, я знаю, я знаю, я про каждую маску буду говорить, если есть возможность, увлажняющая маска, она немножко такая, ну, с шоколадом, ну, посмотрите, вот побалуйте себя, потому что там с другодностью может выйти, но эту маску возьмите для себя, особенно, когда вы хотите сделать себе спа-процедуру, а физически, ну, нет времени, нет денег, нет возможности, сделайте в ванне, в ванной комнате, налейте пены, поставьте свечи, выключите свет, лицо почистите, скрабом ласково почистите и нанесите любую из этих масок. на 10-15 минут включите музыку, спускает здесь, играет какая-нибудь, знаете, такая музыка восточная и просто представьте, вот все, что хотите, мечтайте в воде, но вода, чтобы была комфортная, 36-37 градусов, пусть это будет или с солью, или с маслом, или с пеной, без разницы, сделайте себе спа-процедуру, сделайте и выйдите счастливой, здоровой, наполненной женской энергией, и эти маски, три, они дают эту силу. Не могу вам объяснить, там, потому что состав трудный, они внешне такие, знаете, простые, ну, 119 рублей, кажется, да какая ерунда, но этих масок хватает на курс. Ну, вот 8 раз однозначно хватит, ну, опять же, площадь лица у вас будет заканчиваться вот здесь, вот здесь, или где-то в области пятого ребра, как у нормальных женщин. Так что посмотрите, девчат. И я завершаю вот раздел на все случаи жизни новинкой. Новинкой в серии Вербена. в серии Вербена появилась новая увлажняющая маска для лица. Это единственная маска, которую я еще не пробовала, и ничего вам об этом не могу сказать. Но меня здесь радует три вещи. Первое, цена. Цена очень приятная для новинки, согласитесь. Второе, здесь очень сильный омолаживающий эффект. И третье, она увлажняющая. У нас больше ночных масок вы сейчас увидите. А утренние, когда хочется взбодриться, когда надо тебе с утра выглядеть хорошо, пусть у вас будет средство, которое вы будете, знаете, как оружие использовать. Я просто уверена, что после этой увлажняющей маски, ну, напишите мне, сейчас не буду говорить, но я просто знаю, что серия вербена, несмотря на то, что она в очень простой упаковке, в очень простой состав, но он очень сильный, и если вы пробовали молочко или тоник, или кремы, сиси крем из этой серии, вы знаете, вы знаете, что это такая серия вербена, и она точно порвет все продажи. Не бойтесь заказать и 2, и 3. Согласитесь, это хороший подарок за 129 рублей. Да, если бы она была в другой упаковке, Наташечка, совершенно верно, она бы стоила дорого, и Фабреглик оставляет за собой право делать простую упаковку, но внутри профессиональное содержимое. Я не буду относить вербену к профессиональным, потому что профессиональное, но в головах в большинстве, ну, не может стоить 129 рублей. Да, и поэтому это новинка, в первую очередь возьмите себе и побалуйте себя. Потом дайте одной подруге, говорите на один раз, я просто пробую, мне надо узнать твое мнение, дайте другой подруге, третий, дайте пятерым, вам хватит за 129 рублей, тюбик, правда, небольшой, и он будет быстрее расходоваться, чем, например, маски и Клеопатры, то, что для СПА процедуры. Ну, и, друзья мои, 129 рублей, хорошая линейка, кто-то мне написал что-то там после слайда какой-то повторить, девчат, у меня бежит чат, и я не, повторите, если хотите, сейчас, какой слайд вам нужно, я верну, потому что вот я сейчас завершаю маски на все случаи жизни, и все-таки вербину я рекомендую как человек с практик лучше утром, договорились, если вы со мной согласны, и вы уже ее заказали или только думаете заказать, ну, буду счастлива, если вы напишите в компанию Фуберлик свои отзывы, потому что на сегодняшний день она продается уже 14 дней, друзья мои, нет ни одного отзыва. Давайте сделаем так, что после нашего с вами вебинара вот уже в пятницу, в субботу, в воскресенье появятся первые отклики именно от нас с вами, потому что цена, качество и действие будет великолепной именно у этой маски. Напишите мне, что, кто напишет, кто напишет отзыв после этой маски, честный отзыв. Я взяла, но не попользовалась. Наташ, прямо сегодня обязательно протестируйте, потому что, ну, цена приятная, друзья мои, и можно дарить, можно давать и можно делать. Сделайте сегодня прямо, и я буду следить за вами. Сама напишу отзыв, и, пожалуйста, вы напишите, те, кто попробует, представляете, если будет у нас 85 отзывов. Понимаете, как будут эту маску покупать? Давайте сделаем, потому что думать о деньгах наших клиентов тоже надо. Ну что ж, переходим к экспресс-маскам. Чем хороши экспресс-маски? Времени требует мало, а результат моментальный и быстрый. И на первое место я все-таки ставлю любимейшую, самую сильную маску. Это гель-маска для лица, и у ней двойное действие. Вот редкая маска, когда она может и увлажнять, и питать, и она, самое главное, она содержит вещество, проликсир, которое дает образовываться гиалуроновой кислоте у нас на глубоких слоях кожи. Итак, друзья, вопрос. Эту маску вы будете использовать утром или вечером? Напишите. Утром или вечером вы будете использовать маску, гель-маску для лица двойного действия? Утром или вечером ее использовать? Как вы думаете? Очень часто эта маска идет со скидкой, очень часто утром, лучше пишут утром, ее можно и утром, и вечером, совершенно верно. Вот это уникальнейшая маска. Не надо думать. Вот когда вам надо быстро, вот не заморачиваясь, вот пять минут, десять минут, вот неважно, сколько у вас есть, с ней не надо лежать долго. Прямо буквально на пять минут прилегла, подышала, я красавица, я красавица, просто даже перед Новым годом, перед выступлением, перед выходом, прямо буквально немножко. Да, будет толк всегда, в любое время, даже днем. Вот когда я проснулась и нет настроения, а сделайте-ка экспресс-масочку, поработайте-ка над собой. Вот прям, знаете, буду ей песни петь всегда, потому что это одна из самых сильнейших масок вот в тюбике и расход у ней минимальный, но не жмоти, сделайте так, ну, потолще слой, особенно если она у вас проваливается, вот вы нанесли ее, она у вас раз провалилась, кожа говорит, мне мало, нанесите еще слой, нанесите на декольте, нет, пробника нет, пробника нет, вот не жмотьтесь, когда она идет со скидкой, или кто в Фаберли-клубе, возьмите Христа Ради из Фаберли-клуба именно эту маску, потому что я ее, знаете, отнесла к экспресс, но я бы ее поставила и в профессиональную серию, потому что подобный состав я встречала и в профессиональных масках, и не взяла, но я надеюсь, что вы понимаете, рядышком, всегда рядышком в паре с этой маской Пролексир, всегда идут и гелевые маски Патч вокруг глаз, я буду еще о глазах говорить, но именно эти маски Патча и серии Пролексир с гиалуроновой кислотой и коллагеном, и я написала, что отзывов всего пятна, восемнадцать, представляете, эти маски Патча для глаз и серии Пролексир продаются больше четырех лет, а отзывов всего восемнадцать, друзья мои, когда эти гелевые маски Патч идут по скидке, берите десятками, дарите, а лучше оставляйте себе, потому что лучше действия, моментального действия я не встречала, вот, ну, нигде. И, конечно, на второе место я ставлю вот прям, ну, плеяду, плеяду этих масок из Beauty Lab. Их можно вот так в ряд поставить, и я ее называю и черная, я ее называю черная маска, матирует и очищает. Другая гелевая маска, она дает лифтинг, ну, там же как оторвать эту гель на себя положить, господи, что ему, боже мой, и вот еще одна, она у меня не вошла здесь с фольгой, я ее с фольгой еще ни разу не пробовала, но то, что укрепляющая маска Патч для кожи век, вот это то, что есть у меня всегда в косметичке. Я очень много передвигаюсь, очень много езжу, летаю, и если я мало сплю, у меня прямо вот около глаз, знаете, прям глубокие морщины, и если я укрепляющую маску Патч накладываю, она прям фиксирует, и вы знаете, эффект виден, вот это однозначно, и тем более цена сейчас всего 99 рублей, конечно, моя подруга говорит, ты знаешь, ты знаешь, у вас дороже, чем корейские, а дальше, знаете, что говорит, когда нам использовала 10 корейских масок, внимание, то кожа вокруг век стала гораздо хуже, и моя подруга, ну, она ставит себе и вшивает, в общем, она не принимает мою косметику Фаберлик, но она каждый раз меня спрашивает, слушай, луговых, а почему у тебя вокруг глаз, вот, ты в очках, ты вечно щуришься, ты вечно снишься, почему у тебя нет таких глубоких морщин, я ей говорю, слушай, ну, я маску Патч использую, но в самом деле, чаще всего я использую эту маску, укрепляющую, именно укрепляющую маску Патч, если с гиалуроновой, когда мне надо быстро, а вот для профилактики я пользуюсь укрепляющей, вы знаете, она прямо такая, смотрит, ну, подороже, чем корейская, но после корейской то не стало хуже, эффект сначала выше, но стал хуже, наша укрепляющая маска Патч, если ее делать раз в неделю, я вам гарантирую, что кожа вокруг вет один раз будет прямо, знаете, прямо разглаживаться, но если вы не спите, то она, конечно, возвращается обратно, надо это делать постоянно, если вы не делаете тканевые, то укрепляющие маски Патч делайте, пожалуйста, обязательно, но делать в горизонтальном положении, если вы меня услышали, поставьте слово да, если вы не поняли, про что я говорю, напишите слово нет, и я пойму, в каком мы с вами соотношении находимся, и так, тратьте на себя раз в неделю 99 рублей укрепляющие маски Патч для того, чтобы глаза ваши никогда не выдавали ваш возраст. Следующее, ну и самые сильные, 5 масок, пятерка, пятерка сильнейших масок, и они ночные все маски, они действуют на глубокие слои кожи, и так, внимание, делящегося слоя эпидемии, дермиса. Эти все маски неповерхностные, все ночные маски, все глубокого действия, и они не могут стоить 12, 15, или там 20 рублей. Они работают всю ночь, и они работают на то, чтобы наши клетки кожи делились как молодые, они дают сигналы, у них у всех одно и то же действие, омолаживающее. И эти маски, за исключением уикенда, я про уикенд отдельно скажу маску, все 5 масок применять нужно после 35 лет. Обязательно. До 35 лет, девочки, подождите. После 35 лет обязательно начинайте, в 40 обязательно должна быть, если вам случилось 50, вы не имеете права жить без одной из этих масок. Вы их можете менять. Одна закончилась, купите другую. Да, конечно, можно. Ань, ну просто тебе не надо ее постоянно, понимаешь, делать время от времени, ну, чтобы ты могла посмотреть. Тебе будет Анечка, Аня Пазыч, для тебя говорю, ты можешь менять другие маски, ну, чтобы как время от времени, понимаете, чем хороши ночные маски. Их можно использовать, а, безсистемно, б, когда захотели, и в, когда есть настроение. А вот хочу сегодня так. И эти маски ночные не требуют обязательного, обязательного там скраба. Вот не успела, ну, умыться обязательно, ну, чистая кожа в любом случае должна быть. Но у них есть одна хитрость, и я прошу их запомнить. Эти маски нужно наносить до 10 вечера. Если проворонили это время, в 11-12 час они не работают. Кожа не ест все время, понимаете? Она в определенные часы ну, вот работает. Ну, вот как у нас органы, печень, там, желудок, почки, вот так и у кожи. У кожи есть время поедания. Время принятия масок. Неэффективно после 11 ничего наносить. Поэтому, если вы не собираетесь рано ложиться спать, зайдите в ванную комнату, сделайте демакияж, нанесите ночную маску, садитесь за свой компьютер. итак, да, после 20 конечно, конечно, после 20 лучше наносить, но до 10 вечера успеть это сделать. На первое место ставлю все-таки уикенд. Малимиси, пюсичная масочка, вот она такая, их смывать не надо. панфилова, так, Савченко, панфилова, Савченко, так, и когда смывать их надо? Это крем маски. Их смывать не надо, вы их нанесли как крем, но действие у них как у маски. Глубокое, сильное и омолаживающее. На первое место ставлю ой, ой, боже ж ты мой, могу хоть сколько этот аромат и когда даже наношу и вот еще что. Маски все ночные наносите обязательно на увлажненную кожу и их не надо толстым слоем то, как мы, ну вот, например, гель, маску, тонким слоем, да, молодец, Аня, ну, тонким слоем. Они достаточно жирные, достаточно питательные, вы их наносите не вот, не размазывая, а как бы, ну вот, как крем. Нанес, лег спать и утром ты королева, то есть после той, обязательно, то есть сначала очищение, промокнули лицо, тоником побрызгали или тоником протерли и после этого нанесли маску. С какой начинать? на какую хватает денег? Буду по порядку вот, петь песни Weekend. Weekend – это новая маска, ну, да как это, самая новая, новая, новая – это, конечно, Сеул. Я ее еще не попробовала и даже у меня еще ее нет, но я вам гарантирую, что я ее куплю, сделаю, потому что о ночных масках я хочу узнать больше, только потому что, только потому что мне за 50, я бы хотела, и я бы хотела именно в ночное время, в ночное время это все использовать, пусть, пусть маска себе работает. больше всего сейчас могу говорить о Weekend, потому что сама реально ей пользуюсь, очень легкая, очень такая независимая, и после 30 лет ее смело можно начинать. А вот ниже, которая эта серия, сейчас я вам скажу, так, господи, Реноваш. Вот Реноваш до 40, даже до 50 лет можете не начинать, вот 45, если очень сухая кожа. Что за маска Weekend? Артикул, смотрите на, смотрите, вот она, смотрите, пожалуйста, на слайд, артикул 0137, под каждым тюбиком я написала артикул, и цена текущего каталога. И знаете, почему я их выделила все 5? Внимание, девочки, с понедельника, с 1 числа, любая из этих масок будет на 60% дешевле. Вы можете любой тюбик обменять на маску ночную. Если вам 30, берите Weekend. Если вам 35, все-таки рекомендую АСИУ. Если вам 40, берите Platinum. Если вам 45, берите восстанавливающую ночную маску для лица из серии Expert. Если вам случилось 50, начинайте с Реноваш. И меняйте по кругу. Конечно, повезло тому, кому за 50. Любая из этих масок подойдет. Вот прямо, вот прямо по кругу читайте состав, читайте отзывы. Не зацикливайтесь на одной и той же, если даже вы полюбите Weekend. Все равно переходите с маски на маску. Да, и я вам под каждой маской написала артикул и сколько она стоит сейчас. И понятно, что маску АСИУ я куплю ровно в понедельник. Я возьму ее 60% скидкой. Зачем ее сейчас брать за 999, если я ее могу взять за 400 рублей. Согласны со мной? Если да, то напишите. И как раз вот это время. Вот следующий каталог с первого числа, который начнется, десятый у нас. Это лучшее время, чтобы попробовать для себя взять, сэкономить деньги именно летом, взять самую дорогую маску, премиальную, и вам ее хватит надолго, потому что вы не будете ей каждый день пользоваться. Но включайте ее через день вместо ночного крема. И будет вам счастье. И давайте перейдем к маскам профессиональным. Почему я их называю профессиональные? Это те, которые ты делаешь в домашних условиях, а эффект получаешь, как в косметическом салоне. И на первое место я ставлю три активных маску патч из серии Пролексир. Она вот из этой серии, смотрите, вот из этой серии Пролексир, но она тканевая. И пропитка там именно с гиалуроновой кислотой, друзья мои, она тоже тканевая. Но если за 69 рублей, я их говорю, это их пир в мир, если вам нужен профессиональный, быстрый, качественный, моментальный такой эффект, возьмите тканевую маску, маску патч из серии Пролексир, и вы никогда не пожалеете. Когда на них бывают скидки, вот сейчас она 129 рублей стоит, но в два раза дороже, чем за 69. Когда на эту маску будут скидки, обещайте мне, что вы возьмете 10 штук. Напишите, обещаю. Вот кто хочет, вот сразу курс возьмите, вот прям 10 масок. Драгоценной маской после 37 лет, Ань, можешь пользоваться. Ну вот смотри, если у тебя ухоженная, здоровая кожа, ну подожди еще годика два или три, вот столько масок у тебя еще надо попробовать других. Драгоценная маска красоты из серии Гордерика. Если вы хотите, вот знаете, выглядеть моложе своих лет, девочки, после, вот в 40 начинайте вот этой маской пользоваться. Конечно, у ней цвет, смотрите, ну такой зелененький. Конечно, когда ты нанесешь, ты нифига не красавица. Ну боже ж ты мой, как поры подтягиваются, как кожа изнутри начинает, знаете, как наполняться. Я не знаю лучше маски, если, да, маска 0744, драгоценная маска красоты, это на самом деле вот самая драгоценность, она лучше всего продается, и она, девчата, ла-ла-ла, она тоже будет 60% в скидке с понедельника. Если есть возможность, или она у вас закончилась, или хотите вот девчатам, кому за 40, вот показать реальный, вот реальный результат именно эту маску. Договорились? Но ее, у нее есть один недостаток, точно так же, как у маски скульптора для лица шеи декольте. Ее хватает на очень-очень мало. Да, Маркова Лена, правильно, 60+, маска скульптор, я ее рекомендую, у кого 50, я ее настоятельно рекомендую, не надо ждать еще 10 лет, за 10 лет столько процессов произойдет, мама дорогая, углубятся за 10 лет эти морщины, углубятся вот здесь, все, потому что мало кто использует крем для шеи бюста, напишите мне. Я молодец, если вы в 35 уже начали использовать крем для шеи бюста. И я еще не молодец, если вы вообще об этом креме не знаете, не помните, не обращаете внимания. Девочки, обратно, вот здесь еще можно подтянуть, вот здесь вообще ничего нельзя подтянуть, боже ж ты мой, оно же как сморщенное, ты вот так делаешь селфи, а здесь такое печеное яблочко. и мало кто делает маску и сюда, и сюда, и сюда, когда ты ее купил за полтыщи, дай бог, вот сюда нанесу, понимаете? А эти маски, хоть драгоценная, хоть маска-скульплент, она прямо, знаете, ну вот, мне даже трудно это описать. Я, конечно, и сладко говорю, я просто вижу эффект. Вы знаете, в моей структуре есть женщина, она пришла ко мне в структуру 20 лет назад, ей тогда было 40, сейчас ей 60. И так случилось, что мы хоть и в одном городе живем, но я ее редко вижу. И когда я ее увидела, я в первую очередь, девчат, хотите, верьте, хотите, нет, кресло все пузо, я смотрю всегда на шею декольте, ну так я устроена. Потому что здесь можно подтянуть, здесь можно тоником, тоналкой, можно сделать, здесь ты ничего не сделаешь, если не ухаживать. И когда я ее встретила, вот 5 лет мы не виделись, я говорю, слушай, какие руки, Лен, ну хоть как-то, знаешь, ну еще делают, а здесь вот это место вообще не ухаживают, даже, вот ну, мало кто даже тоником протирает, а уж про крем вообще молчат. Посмотрите, нас 86 участников, и только 2 человека написали, я молодец, если вы честно написали. И еще меньше людей, женщин, накладывают ночную маску за 90 там, за 999, вот эту драгоценную, если ее наложить на лицо и декольте, хватит всего на 3 раза. Ну и что? Не жмотитесь. Если жмотитесь, сюда накладывают драгоценную маску, а тогда сюда для шеи и декольте, крем для шеи и декольте, ежедневно, 2 раза в день. Тогда шея будет как у 40-летней. Молодец, молодец, Людочка. Ну, пардон, тебе не 30 лет, ты умная женщина, и ты знаешь, что это такое вот тут сморщенное, сморщенное яблоко. Все, поехали дальше, у меня осталась одна минута, а я еще так мало сказала, господи. Так, профессиональные маски. Отношу, профессиональная, одна маска детокс, которая с древесным углем, страшная, страшная, страшно черная, а другая кислородная, страшно оранжевая, и та, и другая маска сужает поры, отбеливает лицо, и делает вот и ту, и другую маску. Девочки, это единственные маски, которые не надо делать на декольте. Пожалуйста, запомните, черную и оранжевую маску не делайте на декольте, никогда, в общем, у них другое действие, они больше выводят шлаки из нашего организма, из нашей кожи, и делают кожу безумно красивой. А вот маска для лица, кислородное питание, нужно на декольте, а вот гель-скраб-маску для жирной проблемной кожи, на декольте, если только есть здесь высыпание у молодежи. Но, когда начинается менопауза, уже женщин, женщины цветут точно так же, как в 15-14 лет. И иногда молодежную эту серию, из серии ультра-клин, надо использовать и после 50, понимаете, чтобы помочь на какое-то время. Очищающая маска кислородный бальзам Кабаланс идет только для жирной кожи. Итак, артикул 0275 только для жирной кожи. И, конечно, активная крем-маска антиакне идет только для кожи с явным заболеванием. Всегда ее пользоваться не надо. Когда вылечивается кожа, нужно уходить с той серии, которая крестит лечебная серия. Ускоряюсь. Для маски для век. Обращайте на них внимание. У нас их в каталоге только две и обе очень сильные. И я смею повториться. Друзья мои, если вы не используете тканевые маски, вы обязательно должны покупать маски патч. Или, если у вас нет на это средств, делать во время маски для лица, делайте диски ватные, смачивайте их тоником, лучше спрей лед, смочили, положили, закрыли глазки, я лежу. Хотя бы так делайте. Ну, и я завершаю. Не буду расписывать и говорить много о Денос-Космо, потому что попрошу мою коллегу Людмилу Кшнясиу на следующей неделе она будет делать обзор именно аппаратов Денос, и я ее обязательно попрошу, чтобы она отдельно рассказала о Денос-Космо, потому что это песня, о которой можно еще отдельно целый час спеть. Но поверьте, именно об этой маске говорили в самом начале, что вот мужчинам делают. Но, внимание, друзья мои, эта маска не работает без наших тканевых масок. Вот я прошу вас вот это запомнить. Если вы собираетесь покупать Денос-Космо, то у вас должны быть обязательно запас тканевых масок. Поэтому в этом каталоге закупаем тканевые маски по 69 рублей, в следующем каталоге покупаем со скидкой Денос-Космо и делаем вот так. До свидания, до свидания. Косметическим салонам делаем больше для себя. Ну и прежде чем мы расстанемся, друзья мои, 100 рублей получит на сотовый телефон тот, кто правильно мне сейчас первый ответит, сколько косметических масок в каталоге номер 9. Итак, первая попытка. Напишите цифру. Я не о всех рассказала сегодня, их больше. О, Лена. Лена, вашу попытку вообще. Лена, холодно. Лена Галеева, холодно. Ольга Пермякова, сильно холодно. Роза Тарасова, умничка, теплее, но никто пока, никто, боже ж ты мой, девочки, Оля, Патлах, ближе всего, все, никто из вас не получает 100 рублей, они остаются у меня, потому что я готовилась, и я вам сообщаю, где найти ответ. И вы можете сейчас после моего вебинара нажать кнопочку и увидеть этот ответ. Смотрите, нажимаете продукцию, нажимаете главное, потом косметика, потом нажимаете уход, потом уход за лицом и выберите маску. Вот я сегодня так делала, вот я оттуда все брала. Девочки, внимание, 41 маска. В нашем каталоге, вот в этом каталоге, 41 маска. 41 маска. Как вам? В одном тонюсеньком каталоге, который входит в сумочку, 41 маска. Я думаю, что наши клиенты говорят, ой, вечно непонятно, что у вас там, какая маска. Вот почему я взяла эту тему, потому что в 41 маске разобраться без бутылки можно, но лучше с каталогом, а еще лучше с сегодняшним вебинаром. Да, девчата, посмотрите, да, и это, чтобы вы знали, не последнее, понимаете, и это будет продолжаться, поэтому балуйте себя, балуйте, и я вам даю домашнее задание, как тренер, как бизнес-тренер, как ваш наставник, для кого-то я наставник, как ваш друг. Сегодня вечером или завтра утром сделайте себе любую косметическую маску и, пожалуйста, сфотографируйте себя там после. Обязательно выставите в любую, в любую соцсеть, можете подруги выслать, неважно, если вы боитесь, выставите подружки, ну, вышлите просто через WhatsApp, Viber, но главное, опишите свои ощущения. Очень важно научиться описывать. Не так, что классная маска. Запрещаю вам писать классная маска или клевая маска. Пожалуйста, укажите артикул, пока лежите, прочитайте, что в состав входит. Возьмите буковки из каталога, допишите свои ощущения, закройте глаза, прислушайте, что кожа ваша чувствует, что вы ощущаете. И напишите это чуть-чуть или побольше. Напишите это в Одноклассниках, это же скопируйте в ВКонтакте, это же скопируйте в WhatsApp. И сделайте это. Да, не пугайте, пожалуйста, в черной маске, пожалуйста, не пугайте. Да, уже звонят, провела афирмацию из всех источников. Девчат, сделайте, очень вас прошу и пусть задержитесь еще на 5 минут, но напишите, что вы нового сегодня узнали. А может быть, кто-то из вас сейчас напишет мне, что было самого полезного для вас. А может быть, кто-то из вас сейчас захотел быть спикером по средам. Ну, если даже вы очень торопитесь, потому что я у вас целых 6 минут забрала для ваших отзывов, для ваших предложений. Я всегда открыта, и мой номер в любом месседжере 922-101-65-60. А если вы в любом, вот в любом вообще соцсети наберете Светлана Луговых, то вы сможете мне написать отклик на мой на мой вебинар. Ну, а если вы смотрите меня в записи, то я буду признательна, что на моем канале YouTube вы напишите ваши отношения. О, хочу стать спикером. Тань, напиши мне в личку, пожалуйста, потому что спикером нужно выбрать тему. И если вы мне не знакомы лично, я сначала вас слушаю, вы выступаете, вы выступаете сначала на маленькой территории, а потом только на Урал, потому что любые уральские вебинары записываются, потом они выкладываются и выложить вы их можете увидеть в ВКонтакте, в ДП Урал. А я зайду сейчас еще в вопросы и вот здесь пишут делать. Ага, Кандюрина, Таисия, пожалуйста, презентацию сюда на вебинар. Тань, Таисия, пожалуйста, Кандюрина, напиши мне, напиши мне, табличку, чтобы, ну, куда мне тебе выслать, потому что у тебя нет, в моей базе данных тебя нет. И вот Таисия пишет, есть категория людей, которые, посмотрев ТВ, говорят о том, что ни маски, ни крема не оказывают влияния на кожу. Как правильно отвечать на такие возражения, как биолог? Сейчас, Таисия, прямо тебе отвечу. Ни маски, ни крема не оказывают влияния на кожу. Как правильно отвечать на такие возражения? Я с вами совершенно согласна. Первая всегда согласится. Такие утверждения тоже существуют. Тогда скажите, пожалуйста, почему издревле Клеопатра или наши бабушки накладывали сметану, молоко, огурцы? Если вы не верите кремам и не верите маскам, делайте, делайте Христораде ежедневно, каждый день, через день. делайте средства натуральные, которые нужно приготовить, сделать на себе и остаток просто выбросить. У меня на это нет времени. Я очень занятый человек и я люблю себя и берегу себя, поэтому я трачу деньги на то, чтобы купить за 169 рублей маску, которая будет мне помогать выглядеть моложе, здоровей и симпатичней, чем мои сверстницы, которые не пользуются. Я вам могу привести кучу примеров, кучу фотографий моих одноклассниц. И поверьте мне, что если женщина не ухаживает в 30 лет, в 40, уже будет труднее догнать тех, кто ухаживает, а в 50 женщина, которая не ухаживает за своей кожей лица, выглядит совсем по-другому, в отличие от той, которая любит фберлик. Кислородная косметика всегда помогает оставаться молодой и 20 лет деятельности это доказывает, поверьте мне, старому воробью. Все, Таисия, можешь включить мой вебинар. Да, любите себя, девочки, и, пожалуйста, сегодня, сегодня или завтра, а лучше сделайте то, что вы мне сейчас пообещали. Всего доброго, с вами была Светлана Луговых, спикер Уральского региона, бизнес-тренер и человек, который очень любит маски косметические от фберлик. Все, спасибо и до встречи через неделю мы будем говорить о Дэнас Космо. Пока-пока.